Здравствуйте! С вами находится Роман Тнели. Хочу задеть сегодня самую популярную тему, которую мои слушатели, мои ученицы меня задают. Я обещала на этот вопрос ответить, на самый такой популярный вопрос. Раббани, как приблизиться к Всевышнему, как начать свой путь в Кадош-Барху? Многие мне пишут о том, как они в далеком России не изучают Тору, не слушая никакие слова Тора, никто их не обучал, и они своим простыми словами помнят вот эту свою связь с Кадош-Барху, со Всевышним, в своих молитвах, не понимая, откуда это всё у них идёт. Я хочу без радащим с помощью Всевышнего задеть вот эту тему. Тема моя сегодняшняя будет «Книга Берешит». И хочу всем сказать, источники моих уроков — это одна. Один источник Тора Кадош-Барху. «Книга Берешит». Конечно, мои Равы Ягаоны и Равы Янифасуры и Равшла Муслиса. Сегодня вот по этой простой книжке, пяти книжек «Хумаш». Вся наша Тора она разделена на пять книг. И я хочу именно задеть первую книгу «Берешит». Книга Берешит, она разделена на двенадцать глав. Число двенадцать в иудаизме, она играет немалую роль. Как я задела двенадцать глав недельных книги «Берешит». Это двенадцать месяцев в году у нас. Это у нас двенадцать колен. День у нас делится на двенадцать часов и полдня еще раз на двенадцать часов. В сутках есть двадцать четыре часов. Их если разделить на два, то получается двенадцать. Почему я все вот это привожу пример? Вот это все двенадцать говорит о том, что еврейская душа тоже разделена на двенадцать ступеней, на двенадцати уровней, что она должна пройти. Я еще раз повторяю, еврейская душа. Сегодняшняя наша тема будет «На самом деле кто мы? Что мы? Что такая душа? В чем преувеличие еврейской души?» Наш раб Гоан Асури говорит, всякий, кто ищет Всевышнего, вот ваш популярный вопрос, как прийти к Всевышнему, он должен начать жизнь с недельных глав. Просто взять Тору, читать обычную Тору. С комментариев раньше я очень советую, чтобы знать, как говорят на еврите, масса, а вот семан лабаним, и пути наших праотцов, пра-матери, поступки их, это семан лабаним, это знаки для сыновей, и это как себя вести. Мы должны взять пример с наших праотцов и пра-матерей. Как мы все знаем, вся книга берешит вначале про то, как создан мир, одна глава, и дальше она все время говорит про поведение наших отцов, про их испытания, про их жизнь, про наших матерей, что они прошли, что они делали для благополучной семьи, как у них рождались дети, с какими проблемами они сталкивались. Все вот это для нас осталось знаком. Примером, если я сейчас спрошу своих зрителей, с чего начинается жизнь, и где она кончается, то мы все скажем, жизнь начинается в больнице, и он кончается, без рота, чем нам сто двадцать лет жизни в гробу. Я хочу вас переубедить, и в конце урока вы увидите, что я была права, что в иудаизме это не так идет, это неправильно. Иудаизме жизнь рождается задолго до того числа, что мы празднуем свое день рождения. Как мы все знаем, это уже доказано врачами, специалистами, сгоями, мы, что жизнь — это не тело, человек — это не тело, что кроме тела есть еще душа, что держит нас. Элементарные вещи, сколько горя попадает в клиническую смерть месяцами, которые в комы живут. И все одним голосом говорят, что они видели большой свет в туннеле, что они там видели, что они там делали. Это уже не нужно даже убеждать. Это не евреи, это не Тора. Многие вот этого прошли, чтобы никто этого не прошел. Все мы уже знаем, я не думаю, что сегодня кого-то нужно убеждать, что есть душа. И эта душа, она зарождается задолго до того, как рождается целое больнице. Когда я вам говорю задолго это время, правильно? Давид Амеля Халава Шалом своим Таилем говорит Время Всевышнего и наше время, оно вместе не подходит. Тысячу лет нашей жизни здесь — это Йом и Тмоль. Это вчерашний день у Всевышнего. А представьте наши дни, наши месяца. И там же в Таилеме стоит. Давид Амеля говорит, Шмонимшана, бэггурот Шмонимшана. От силы 80 лет человек будет жить. Хаяедам. Что для Всевышнего вся наша жизнь? Это один миг получается. Если тысячи лет — это вчерашний день, кто хорошую математику знает, пускай делит, что получается 80-90 лет жизни для Всевышнего. Говорит нам Скрытая Тора. Три раза душа плачет в этом своем целом существовании. Первый раз душа плачет, когда ангелы берут каплю. Мы все знаем, как рождается душа. В ютайзме самая первая митсва называется пруварву. Это когда пара занимается первой митсвот. Зарождается ребенок, пруварву. Спускается капля в этот мир. Попадает у труб матери до того, как эта капля попадает у труб матери. Ангелы берут вот эту каплю, подходят к Кадош Баруху к Всевышнему и спрашивают, что с этой каплей будет, с этой душой. Кадош Баруху все говорит. Какие глаза у нее будут? Какого цвета волос у нее будет? Какое телосложение у нее будет? Какой у нее будет характер у нее, у него? Кем он будет? Какой профессией будет заниматься? И все мои зрители, которые меня сейчас слышат, проходят какие-то периоды в жизни. Хочу вам сказать, мы сами выбрали себе свою судьбу. От Всевышнего не идет зло. Мы сами сказали Кадош Баруху. Я хочу вот этого человека себе мужья. Вот этот человек будет моей сикрою. Это будут мои дети. Это будет мой начальник. Это будет моей подругой. Это будет моей соседкой. У каждого человека до того, как спускается в этот мир, ему дают в руках чемодан. Я просто провожу такие примеры, чтобы вам было легче понять скрытые миры Торы. Мы берем в руках чемодан. Мы ставим в этот чемодан инструменты, чтобы нам было легко работать, выжить, прожить достойно эту жизнь. Инструменты это могут быть люди, которые нас окружают. Инструментами, которые мы выбрали, это талант, который у нас есть, вложен у нас. Инструменты, которые я привожу пример, это миссия наша. Это профессия, которой мы выбираем и занимаемся ею. Это люди. И мы должны правильно пользоваться этими инструментами. Иногда есть тот же самый инструмент, но у каждого мастера оно используется в других моментах, в других случаях. Каждый мастер знает, какой инструмент он должен брать с собой на работу. То же самое и мы в своей жизни. Первый раз душа плачет, души еврейские находятся в метахат киселаке, вот говорят на еврите, под троном Всевышнего. Я имею ввиду еврейские души, это щищень рыбуа. Нету больше, нету меньше. И все вот это количество еврейских душ, она не добавляется, не уменьшается. Все вот эти еврейские души стояли на горе Асинай во время Дарвани Торы. И все мы были там и чувствовали. И Гой, который сегодня стремится стать евреем, кошерным евреем, правильно? Не Гой, который в паспорте хочет стать евреем. Они тоже там стояли на горе издалека и видели все это Дарвань Торы. Душа не хочет спускаться в утрог матери. Она плачет, она просит у Всевышнего. Всевышний объясняет, для чего это нужно ему. Вот эта разлука очень тяжелая. Она спускается куда? Утрог матери. Зарождается ребенок. Пока ребенок привыкает месяц-два, у беременной женщины есть токсикозы, тошнота, рвоты. Пока тело матери привыкает ко всему вот эту, берет время. Уже на каком-то пятом-шестом месяце женщина привыкает к этому положению. Она уже познает, что она беременная. Ребенок уже себя как-то находит в комфорте. Что это не так уж было страшно, как ему казалось. Что здесь его вовремя мама кормит. Что здесь его вовремя поют. Что он здесь вовремя идет спать. Здесь приятно, уютно, тепло. И так проходит пять месяцев, шесть, семь, восемь, девять месяцев. Ребенку там хорошо. Он командует мамой, когда хочет ударять, когда хочет идет спать. На девятом месяце проходит, говорят ребенку. Малыш, сегодня твой день рождения. Ты должен покинуть тот мир, в котором ты уже живешь. Если я говорю девять месяцев, нет разницы, если кто-то родился на седьмом месяце. Есть такие рождатели на шестом месяце. У каждого дано свое время, свой час в верхних мирах. Проходят, говорят ему, ты должен рождаться. Душа опять плачет. Душа говорит, за что? Пока я привык, мне здесь так комфортно. Опять? Опять куда вы меня прогоняете? Опять куда? В какой мир? Что тут происходит? Проверьте. По медицинским условиям. Женщина, которая рожает, правильно, рождается ребенок. И в тот же момент, если ребенок не плачет, у врачей бывает тревога. Это нехороший знак. Врачи все делают для того, чтобы ребенок начал плакать. Я хочу вам спросить вопрос. Что такое ребенок должен плакать? Зачем он должен плакать? Он что ли понимает, кто тут папа, кто тут мама, кто тут врачи? Что тут плохо? За что ребенок плачет? Ребенок не плачет. Это душа его плачет. Потому что его разделили от его мира, где ему было там хорошо. Он не знает, что его ждет в этом мире. И в третий раз душа плачет в 120 лет жизни нам всем, когда он умирает. Заметьте человек, который болеет. Человек, который в опасности. Насколько люди хотят жить. Насколько мы хотим жить. Насколько у нас есть планы в этом мире. Говорят, человек, который хочет рассмешить всевышнего. Он должен рассказать ему свои планы. Мы строим такие планы, что мы будем жить долго-долгую жизнь. И вдруг, кому-то в 20 лет, кому-то в 30 лет. Кому-то в 2 годика. Никому этого не пожелать. Даже нашим врагам. Кому-то в 90, кому-то в 100 лет. Проходят, говорят опять. Ты должен покинуть тот мир, где ты усвоился. Заметьте, душа не хочет покинуть тело. Ему хорошо. Ему опять хорошо. И так называется книга Берешит. Берешит застается душа человека. Когда душа рождается, у души забирает разум, понятия, знания. Из-за этого ребенок, который рождается, он делает свои нужды в пленках. Он не понимает, что такое опасность. Он не знает, что такое осторожность. Он делает то, что он хочет. Потому что у него нет понятия разума. Вот этого он добивается своим путем. Мы закончили недельную Клаву Берешит. Следите за моими словами. Вы можете потом проверить все вот эти стадии книги Берешит. Мы доходим. Вторая глава называется Нуах. Если перевести Нуах. Нуах это был человеком, помните, который построил ковчег. Единственная семья Нуаха спаслась во время потопа. В переводе Нуах на русском это человек, имя человека Ной. Но слово Нуах, глагол слова Нуах от слова Ля Нуах. Нуах. Когда человек что-то покупает, да, для Авдель и обувь, кровать, каждую любую вещь, человека спрашивают. Нуах лиха? Удобно тебе? Нуах это можно перевести на русском языке удобно, комфорт, гармонично, спокойствие. Кадош Барухов говорит человеку, ты не для красоты рожден. Ты рожден для того, чтобы спуститься в мой мир и сделать мой мир удобным. Рабин Ахвана Рана Шалом говорит, каждый день я должен сказать тот день, который Всевышний выбрал мою душу и спустил в этот мир самый счастливый день в этом мире. В этот день Кадош Барухов решил, что без меня, без вас не может этот мир существовать. От вас зависят ваши родственники, ваши дети, ваш муж. И от меня, и от каждого другого, кто меня сейчас слушает. От нас зависит весь мир. У нас есть своя миссия. Эта миссия называется Нуах. Прийти и сделать Нуах. Чтобы людям было с нами Нуах удобно, комфортно. Чтобы от нас приходило изобилие в этот мир. Удобство. Аура хорошая, чтобы у нас была. Чтобы мы могли Леварех прощать. Чтобы мы делали этот мир Кадош Барухов комфортным. У Всевышнего еще есть имя Творец. На русском производится Творец. Яцран. И мы, как говорим, знаем в книге Баришей, Кадош Барухов, когда он нас создал, он сказал ангелам по подобию и по образу нашему. Если мы подобие и образ Всевышнего, мы должны брать пример. Что такое Всевышнего? Творец. Творец творил этот мир. И творит каждый день, по году, меняет дни, недели, образ жизни. Мы тоже должны прийти в этот мир, его делать, ну ах, творить. Дать от себя что-то новое в этот мир. Рождаться. Поколение с поколением рождение должно быть. Изобрести новое изобретение. Все это должно пойти во благо мира, во благо имя Всевышнего. Все, что человек делает в этом мире, я имею в виду, человек это все, чтобы мир был, ну ах, удобным. Таким, как Кадош Барухов хочет. А не создавать своим умом оружие. Не создавать своим умом злость, ненависть, айнара, не вычеркивать свои плохие качества. Это вложено. Это нужно убивать. Человек, который выделяет свои хорошие качества, старые, плохие качества, они сами исчезают у человека. Это называется, наезд ко всход. Даже если в человеке есть какая-то ошибка, да, мы видим, да, человек правильно себя не ведет. Если в тот момент, сразу первым делом мы скажем, ко всход, уже у человека не будет микотрек. Мазами Катрек и как бы ангел, которые идут против него. Если мы в тот момент скажем что-то во благо его, а потом скажем плохое, сначала суди его в хорошее. Даже если мы такое поколение машеха, мы любим делать лошонара, насмешки, сразу видеть что-то плохое человеке. Но первым делом нужно увидеть ко всход, сделать ноах этот мир, чтобы людям было ноах с нами. Кадош Баруху создавая нас, вы сейчас спрашиваете, да, как делать? Все же в руках Всевышнего, правильно. Все в руках Всевышнего. Одно но есть. Запомните это но для себя и передайте это другим людям, которые сейчас жалуются у вас на свою жизнь. Все в руках Всевышнего, кроме трепета перед Всевышним. Ира – это трепет перед Всевышним. Вот этого он нас не вложил. Он дал право выбора, свобода выбора. Чем мы отличаемся от животных? У животных есть инстинкт. А у нас есть право выбора. Бетерши бейнедам. Бухер молихимато. Дорогу, которую мы выбираем, нас водят. Молихимутану. Молихим от слова алиха. Помогает нам. Но дорогу мы сами себе выбираем. Я объясню как. После сразу глава Ноах идет у нас глава лех-лиха. Иди себе. Лех-лиха. Иди себе. Куда иди? Кадош Барху говорит первому человеку в Торе. Это Авраам Авену. Авраам Авену не был евреем. Авраам Авену был простым человеком, который впервые познал Всевышнего. Через природу он нашел Всевышнего. Кадош Барху говорит Авраам Авену. Лех-лиха ми арциха. Ми муладатха. Ми бейт авиха. Эла арец ашер ареха. Я переведу. Иди себе. Из своей страны. Из своей родины. Из дома твоего отца. В ту страну, которую я тебе покажу. Заметьте. Чтобы человек прийти в другую страну. Обычным образом. Подумайте хорошенько. Что мы должны делать с первым делом? Сначала мы должны выйти из дому правильно. Покинуть родительский дом. Потом покинуть нашу страну. Как бы у каждого. Например. Город. Мимуладатха. Где он родился. Один может рождаться в Союзе. Кто-то родился в Америке. Кто-то в Москве. Кто-то в Кубе. Я не знаю. Мимуладатха. Родина. Правильно. А потом у него есть страна. Правильно. Он должен потом покинуть свой город. Потом покинуть свою страну. Я приведу примером. Если я сейчас живу в Хедерии. Я должна покинуть город Хедерии. А потом покинуть Эрит-Исраэль. Чтобы прийти в другую страну. Правильно. И только прийти туда, куда мне Всевышний говорит. Смотрите, как Кадош Барху говорит Авраама Вину. Ми арциха. Покинь родину. Ми муладатха. Нет. Покинь страну. Покинь родину. А потом. Покинь. Ми бет авиха. Так человек, который сейчас хочет прийти к Чуве. Сделать Чуву. Чува-то не так просто так. Чува зависит от нашего окружения. Как мы себя ведем каждый день. Кто нас окружает? Духовные люди или плохие люди? Люди, которые дают нам энергию. Люди, которые забирают у нас энергию. Чува – это духовный мир. Духовность, она не продается в магазинах. Ты его не можешь просто так сказать, одним утром встать, сказать, я делаю Чуву. Его должны создать. Сначала нужно покинуть то место, страну, то место, где ты сейчас находишься. Потом. Тот город. Город – это, может быть, место работы. Это нелегко. Представьте себя вместо Авраама Вину. Авраама Вину было легко? Тоже не было легко. Никто вам не обещает, что делает Чуву – это легко. Это могут быть наши друзья. А потом последним делом доходим до семьи.